В нашей области дефицит медицинских кадров стал уменьшаться. Об этом было заявлено на планерке в областной администрации. Начиная с 1 сентября медучреждения региона пополнили более 100 молодых специалистов. Укомплектованность врачами почти 90%, правда с учетом совместительств и специалистов предпенсионного возраста, которые и составляют костяк районных больниц. Ситуация лучше, нежели в большинстве регионов России. Данные привел Константин Бобраков. Он сделал акцент на мерах материальной поддержки. Так, до конца года 10 специалистов, захотевших работать на селе, получат миллион из федерального и областного бюджетов. А приезжие врачи – служебное жилье. Служебное жилье на сегодняшний момент до конца 2013 года. Детско-областная клиническая больница, соответственно, и областная клиническая больница получат одну, соответственно, квартиру и четыре квартиры. То есть это вопрос, который позволит привлекать специалистов из других регионов. И не только молодым специалистам уделяется внимание, но также специалистам, которые необходимы для поддержания высококлассной, высокоспециализированной медицинской помощи в нашем регионе. Порцию критики на совещании получили главы районов, не сумевшие решить бытовые и квартирные вопросы для пришедшего к ним врачебного пополнения. Отстающим велели брать пример с глав Кром, Тростны или Малоархангельска, где такая проблема решена. Есть ряд районов, где не хватает более 50% врачей и ноль понимания стороны руководства района. Вот эту работу мы ведем сейчас и в плановом порядке мы просили их, чтобы имели одну-две квартиры для врачей. Если мы избавим заведующих ФАПами колоть дрова для отопления ФАПов, я думаю, тогда народ пойдет учиться для того, чтобы возглавить потом ФАП и оказывать медицинскую помощь населению. Это в Шаблыкино. Цена вопроса 65 тысяч рублей сделать газ, а бедная девушка должна с топором махать, колоть себе дрова. Это неправильно.